Девятый глаз трубы Восьмое число. Девятое же по порядку заняло свое место, нося образ девяти чинов, коими прославляется Бог всяческих. Их духоносной лирой вдохновляясь, я для братья моих читателей совершенство любви воспою, мысленное торжество сотворю и призову вышние силы с их сладким пением, со всеми святыми и матерью Господа нашего, чтобы они даровали мне помощь, с которую бы я превознес Бога, всегда славимого и всеми вечно воспеваемого вовеки. Приидите же и вы, братья мои, к мысленному торжеству любви, ибо сегодня примет она всех и будет скорой предстательницей всем ее возлюбившим, только бы вняли они ее призыву. Как же начать мне похвалу моей любви, никоим образом не осилить мне сей труд, но ты сама научи меня, что говорить, о истинная и сладкая любовь. Ибо, возлюбленные мои братья, как же мне собственными своими силами написать и поведать о столь великом даровании, превосходящем меру силы человеческой? Какой смертный язык расскажет о таковой небесной пище и наслаждении святых ангелов, пророков и мучеников, подвижников и преподобных, со всем множеством праведных, пребывающих на небесах? Поистине, братья мои, если бы даны мне были все языки человеческие, бывшие от Адама и до сего дня, то и тогда не мог бы я вести подобающую речь о блаженной любви, когда бы сам сладчайший Иисус, сама истинная любовь, не даровал мне силу слова, премудрость и разум, чтобы устами человеческими сладчайший Иисус и говорил, и был прославляем. Ибо ничто иное есть любовь, как сам возлюбленный Спаситель и Всесчедрый Отец с Божественным Духом. О сладчайший Иисусе! Принимая все другие божественные дарования, которые принято называть добродетелями, человек испытывает особое, вызываемое восприятием каждого из них, чувство и ощущает действие божественной благодати, являющее величие, чрезвычайной красоты и силы. Ощущает он и различие дарования между собой, ибо хоть они и происходят из одного Источника, но различаются степенью причастия Божественного Озарения. Но все остальные добродетели с почтением склоняются перед блаженную любовью. Она же, как и Госпожа, благолепно облегшись в них, как в сияние света, мысленно окрыленная, примирно возносится к присноживому Источнику, сладчайшему Господу, где и находит упокоение. Но и оттуда она вновь шлет лучи света своего для возлюбивших ее, всех исполняя просвещение и беспредельные радости, и делая ревностными и горящими духом. Ведь она огонь благоуханный, ибо сама происходит от огня и отцвет божественной красоты, и все может даровать любящим ее, как Госпожа и Царица всех добродетелей. Итак, благодарение говорящему, Бог любые есть, и, пребывая в любви, в Бозе пребывает, и Бог в нем. Однако же сегодня многие добродетельные отцы благое и прекрасное житие проходящие, словом и делом Богу нашему благоугождающие и ближнему искренне помогающие, полагают, да и другие так о них думают, что они достигли любви, коль скоро являют они некое сострадание и милость к брату и ближнему своему. Но так они поступают по заповеди Господней, да любите друг друга, а тот, кто хранит ее, хотя великой похвалы достоин, но не такой, как если бы это было действием божественной любви. Ибо это поистине путь к источнику, но еще не самый источник. Так и ступень, находящаяся перед дворцом, не есть тем самым и дверь во дворец. Это одеяние царя, но не сам царь. Это заповедь Господа и Бога нашего, но не Бог. Итак, кто будет говорить о блаженной любви, должен прежде чувством вкусить плода ее, а затем, если позволит сладчайший Иисус, источник любви, давать и другим вкушать от плодов, которые принял. Тогда, несомненно, принесет он ближнему пользу, а не вред. Ибо опасно для души нашей говорить недостоверно, судить о том, чего мы не знаем, и полагать, что видели то, чего не видели. Итак, твердо запомни, возлюбленный читатель, что иное есть заповедь любви, исполняемая благими делами взаимного братолюбия, и иное действие божественной любви. Первое могут исполнить все, если хотят. Второе же, никоим образом, ибо это не от наших дел совершается, и не приходит по нашему хотению, когда и как пожелаем, и, следовательно, бесполезны наши хотения и дела. И нам остается только показывать доброе произволение и обращаться с усердной молитвой к самому Господу, ибо только от Его решения зависит дарование нам просимого или отъятие полученного от Него прежде. Если же мы ходим в простоте сердца, если сохраняем подвижнические заповеди, если молимся усердно, с плачем и слезами, неотступно и терпеливо, и как Моисей хорошо охраняем овец и афора, то есть мысли, помышления и духовные движения ума нашего, и среди дневной жары, и ночного холода, непрестанных изменений, и брани, с искушениями, с поспешностью и смирением сокрушаем греховные помыслы, то после этого, приняв отчасти иные дарования Божии, удостоимся и боговидения, и увидим в наших сердцах купину, горящую божественным огнем любви и неопаляемую, и, приблизившись к ней посредством умной молитвы, услышим, как говорит посредством таинства духовного познания, божественный глаз, иззуй сапоги ног твоих, а это значит, оставь всякое свое желание и заботу века сего, и подчинись Духу Святому и Божественной воле Его, ибо место, на нем же ты стоишь, и земля свята есть, и освободившись от всего, такой человек становится предстателем за народ и наносит язвы мысленному фараону, то есть приобретает рассуждение и распоряжение божественными дарованиями и победу над бесами, а затем он получает божественные законы, но не на каменных скрижалях, какие получил Моисей, и которые можно было разбить или повредить, но в виде божественных начертаний Святого Духа, действующих в наших сердцах, причем не десять только заповедей, но столько, сколько способны вместить ум, разум и естество. Тогда дерзновенно входит он за завесу, и при появлении божественного облака в огненном столпе любви сам весь обращается в огнь. Когда же не может выдержать боли, то восклицает божественные действия любви, обращаясь к своему источнику посредством уст человеческих. Кто может меня отлучить от сладчайшей любви Твоей, Иисусе? Когда же сильнее повеет мысленное дуновение, человек уже не знает, находится ли он в теле или кроме тела, Бог весть, внутри или вне калибы, Бог весть, знает лишь, что весь обратился в огонь, и с огнем и любовью источает слезы, и восклицает изумленный и пораженный, останови, сладчайшая любовь, воды благодати Твоей, ибо составы членов моих изнемогли. И при этих словах слышится веяние Духа с его чудесным и невыразимым благоуханием, прекращается действие чувств, и не остается места никакому телесному движению. Человек же, всецело плененный, погружается в молчание и изумляется, видя безграничное богатство славы великого Бога, пока не удалится он и божественный мрак. И стоит, как безумный, вне себя, словно пьяный, и сказать ничего он не может другого, Сам язык не позволит промолвить ни слова и не даст ум и сердце, душе или воле. Только лишь Иисусе любовь, жизнь и сладость, мой Отец и Спаситель, раченье и радость, мой Создатель и Бог и Божественные Души, нераздельная Троица в единице дивной. О души моей жизни, наслаждение сердца, просвещение ума и любви совершенства, о источник любви, о надежда и вера, научи меня сам, как тебя обрести мне, Иисусе любовь, жизнь, спасители, сладость. Только это скажи мне, другого не надо, как тебя мне найти, чтобы упасть тебе в ноги, чтобы сладко лобзать твои раны и гвозди, чтобы мог вечно плакать я с болью сердечной, орошать твои ноги, как прежде Мария, чтобы не отлучили от тебя меня силы и господство, и власти врага Велиара, или суетный мир сей, все его обольщения, наслаждения и радость сего краткого века. Но где буду я, плача, орошать твои ноги, ты возьми мою душу, помести куда хочешь, чтоб тебя, мой Спаситель, Бог, Творец и Создатель, видел вечно, и славил, и тебе лишь служил я, вместе с праведным ликом, праводцев и пророков, и апостолов, с сонмом всех святых преподобных, и всех ангелов войском, сил небесных священных, серафимов крылатых, херувимов, престолов, вместе с Матерью Сладкой, Преснодевой Святой, Богородицей Чистой, Госпожой всех Марии. Аминь. Десятый глаз трубы, носящий образ десяти заповедей Господа нашего, возвещающий нам сыноположение по благодати и третье разделение божественных дарований. Поскольку завершили мы число девяти ангельских чинов, то, получив силу от Бога нашего, перейдем и к десятому, чтобы, миновав десятичисленный образ заповедей, удостоиться благословения Божия. Итак, приидите, возлюбленные мои отцы, и весь собор монашествующих, чтобы нам, отринув проклятое житейское попечение, с усердием взойти к своему распятию и, укротив, насколько возможно, препятствующие нам страсти, соделаться подражателями Спасителя. Возлюбленные мои, то, что выглядит утеснением, не боль, но соединение с истинной радостью и наслаждением, или, лучше сказать, посещение нас Богом, ибо Он поистине придает нам силы, а также за нас сражается с врагами, победа же приписывает нам. Сам воюет, сам побеждает, и сам же является военным трофеем. О великое чудо! Основание многих созерцаний! Внимайте словам моим честные отцы, распявшиеся страстям ради любви Христовой, да взойдем на мысленный фавор, чтобы достичь преображения через добрые изменения, и чтобы и впредь сладчайший Иисус являл умным очам нашим славу Свою. Мы же таинственно вкусили бы истинной радости, ибо Он поистине радость, Он же и дарование, лишь Он дарующий, и лишь Он дар, Сам Он и источник, и бьющая из Него вода живая. О таинство, поистине сокровенное, и для непосвященных неведомое! Он все дарует нам, и это мы воздаем Ему, и Он принимает сие, и возвращает нам, как долг. Видишь, брат, свидетельство любви владыки нашего? Уразумел ли круговращение божественного движения? Видишь таинственную премудрость Бога нашего? Сам Он привел ангелов к бытию, Сам даровал им свет и движение, и пение непрестанное, Сам создал мир и словом утвердил все, что в нем. Сверх того создал и человека, изобразив в нем свой образ и подобие, и всех изобильно и щедро наделил своими благами, разнообразно почтил и прославил. Равным образом тречисленное создание воздает ему получаемое. Щедрый же Отец наш сие благосклонно принимает, от своих получая воздаяние. Видишь ли из этого, любезный, удивительное и тречисленное круговращение, производимое всем управляющим с величайшей премудростью создателем нашим? Услышал ли слово, дающее величайшую пищу для созерцания разумеющим его? Принял ли знание божественных движений и того, как поднимается земное наше устроение туда, где вечно приносится Твоя от Твоих? Итак, послушай еще о действии вышних движений и об источнике разделения небесных вод и оставив землю девись небесному и приблизившись к создателю посредством превосходного созерцания, мы обретем покой, потому что только для этого одного мы и созданы и увидели свое бытие. Взгляни же, как благий отец благосклонно разделяет трем сотворенным им чадом изобилие богатства своего, и в то же время все это богатство остается с ним, и он не испытывает никакого лишения, будучи, так сказать, источником и корнем бесконечной щедрости. Ты же, будучи его наследником, подражай божественной щедрости Отца нашего, ибо все творение, единожды приняв богатство, непрестанно вплоть до пришествия Господа будет возвращать его давшему. Вот посмотрим прежде всего на землю, которая плодородием своим являет послушание Создателю, разнообразием же видов и ароматов цветов своих воссылает ему словословие вечное. А сверх того и все, что находится на ней, обладающее дыханием и жизненным движением, одно своим послушанием человеку, другое своим стройным глазом, вечно словословит и благодарит Господа, воздавая твоя от твоих, говорю, до скончания века. Если же угодно тебе посмотреть и на море, то и здесь, несомненно, будет велико твое удивление, ибо и море воздает подобные тому, что воздает земля, и оно знает Создателя своего, как источник даров и движением волн своих приносит ему послушание, соблюдая предел, который он заповедал. Я положил тебе предел, и не приедешь, ну а песок сокрушатся волны твоя. Игрой уже своих рыб, которые словно на сцене радуют своего Создателя, оно высылает ему словословие. Обратись затем и к Тверде Небесной, что над нами, покрывающей все словно некой кровлей, и посмотри на великое светило, которое принятым светом воздает то же благодарение и вечное словословие, а непрестанным движением приносит ему свое послушание. Так и меньшее светило, называемое Луною, воздает то же самое, ибо своими постоянными изменениями, указывая на течение времени и изливая свет, оно вечно благодарит и славит Бога. Непрестанным же движением является свое подчинение. Сверх того и множество звезд, и облака, и дуновения ветров, и все другие стихии подобным образом воздают Создателю то же самое. Впрочем, оставив бесчувственное создание, обратимся к горним силам и к человеку и подробно побеседуем с ними, как с благородными и высшими созданиями божественной силы, ибо ангелы духовны и не вещественны, а вещественный человек создан по образу и по подобию Божию, и поэтому ангелам и человекам даруется тройственное богатство, и они тройственно воздают его ему. Божественные ангелы, как мы сказали, вначале приняли свет, движение и словословие непрестанное, и воздавая это ему, приносят твоя от твоих и веселят своего Создателя. Человек же, который один только почтен божественным образом и подобием, никоим образом не воздает Богу полученное от него богатство, но присваивает себе чужое, как будто собственное, и соединяется с врагами Божиими, злыми бесами, сам становясь врагом и супостатом Создателя. Христиане и монашествующие, познавшие Господа в божественном крещении и хранящие Его заповеди из-за страха, скажем так, наказания, те, словно наемники и рабы, трудятся, Господь же, как мздовоздаятель, дарует им рай и спасение. Однако же и они не вернули ничего из полученного богатства, потому что все, что делают, приписывают своей силе. Не приняли они и совершенства от Небесного Отца Своего и вовсе не познали полученного ими богатства и сынами его не нареклись из-за недостатка духовного состояния. И не гневайся на меня, брат мой и возлюбленный читатель, ибо я тебе говорю истинную правду, но если хочешь, понуждай себя достичь меры, о которой мы скажем, и тогда ты весьма возлюбишь меня и нелицемерно почтишь. Всяк бы просяй приемлет и ищай обретает, и толкущему с плачем конечно отверзится. Только тот может назвать Отцом Бога нашего, кто по благодати познал его как Отца, и тот зовется сыном, кто вкусил отеческой любви, и тот воздает твоя от твоих, кто увидел, что сам он наг, познав и собственную немощь, и равным образом познав своего благодетеля, который облег его в дорогую одежду и назвал отныне сыном своим по благодати, такой следовательно и наслаждается богатством Отца своего, и в чистоте воздает твоя от твоих. И это возлюбленный брат мой, как было сказано первое подаяние и действие божественного дарования. Итак, восприняв оною, начнем речь и о втором даре, а для этого, приготовив умные крылья, вновь вознесемся к ангелам, приблизившись к ним, как к старшим братьям, чтобы они удостоили нас знания о втором даянии и божественном действии сладчайшего и щедрого Отца нашего, которым Он наделяет их через божественное откровение, когда Его божественная благость и беспредельное милосердие пожелают явить им божественные и святые Его таинства ради укрепления и утешения любящих Его. И эти, так сказать, первые начальники божественных сил получают дар от Господа и украшенные дарованием веселятся и безгранично пораженные девятся, девятся богатому даянию Спасителя нашего, воздавая вечное благодарение. Дарованный им таинственный свет, сообразно желанию и воле Святого Подателя переходит от одного ангельского чина к другому вызывая удивление всех небесных сил и они принимая его передают человеку способному его вместить. Он же просветившись божественным осиянием тотчас поднимается ввысь и вместе с ними возвращает полученное источнику началу и первопричине дарования. Начальник же света приняв принесенный ему посильный дар как свидетельство истинного познания и смирения богато вознаграждает приходящего. И эти надмирные движения это восприятие божественных озарений от вышнего чиноначалия продолжаются непрерывно пока не достигнет человек духовного совершенства. Третье же подаяние божественных дарований совершается соответственно духовному состоянию принимающего их. Ибо здесь человек насколько это для него возможно получает оное божественное озарение прямо от Господа. Достигнув этого удостаиваемся совершенства дарований и совершенного сыноположения становясь богами по благодати братьями Христа Спасителя нашего и чадами благословенной Матери нашей Богородицы по причине же двойного причащения божества и соединения с ним которые мы получаем то есть по причине дара и благодати Святого Духа и божественного причащения святых тела и крови Господа нашего мы становимся истинными наследниками вышнего и небесного наследия. О великое поистине таинство неведомое тем кто печется о вещественном поистине испытывает удивление ум человеческий погружаясь в размышления об этом ибо все это божественное движение в отношении небесных и земных ощущающих и бесчувственных созданий с тех пор как они были сотворены и познали свое бытие основано на этом дивном созерцании и совершается вечно и постоянно приносит твоя от твоих своему создателю Господь же чье богатство превыше всяческой меры благодарно принимает благодарение и вновь щедро вознаграждает теми же дарами только человек достигший этого знания ясно видит чего лишился Адам из-за своего тяжкого преступления и чего до сих пор лишен весь род человеческий удалившийся от всего созерцания приступим и мы братья монашествующие отбросившие житейские попечения возвеселимся об этом божественном поучении ибо если монах не удостоился сего чувства то совершенно не понимает цели ради которой пришел суда покинув мир и все что в нем ибо это поистине начало для монашествующего это та ступень где он оставив страсти встретился с Богом и познанный им прилепился к любви его до сели неведомы ему чтобы повторить слова Иова слухом оба уха слышах тебя первие ныне же око мое видитя поэтому я укорил себя и стаил и мню себя землей и пеплом теперь же брат мой читатель если хочешь непрестанно изучай и это и иное что я написал прежде прилагая все силы к чтению ибо начало чистого жития и нисхождение даров Божиих заключается для человека в познании собственной немощи и опять-таки надобно человеку пройти через многие и великие искушения превосходящие силу его чтобы достичь его познания когда же сделается он его причастником то одержит верх и над ними и надо всем иным вопрос так для чего же произошли все сии благо ответ все это произошло дорогой мой чтобы можно было ясно увидеть что человек по свидетельству божественной благодати есть поистине ничто вопрос а что же такое это ничто ответ ничто это то что было до того как бог сотворил небо землю и всякое иное создание или вообще что-нибудь когда же он все сие сотворил и дал этому имена землею назвал ту смесь из ничего возникшую из коей мы сделаны и взяв из нее брение создатель всех составил человека сосуд бесполезный лишенной души и разума вот сказал он каков твой состав так не гордись же своими добрыми делами земля яйси и в землю отыдиши пусть же не смущается брение напрасно не собирай вещество бесполезное бренное не пекись отщетным но познай того кто создал тебя изначально вдыхая же душу в лицо бренному созданию жизнодавец передал ему дух жизни и облег его разумной душой назвав человеком и даровав ему образ и подобие свое видишь неблагодарный человек первые дары коими создатель почтил и одарил тебя так не присваивай же себе чужое словно собственное не злоупотребляй славой творца своего но воздай должное тому от кого получил ибо если заберет он свое вновь станешь бесполезным брением и землей взгляни и на необычайную славу дарования чтобы не соединиться с врагами одарившего тебя не радуйся осуетным не позволь увлечь себя ко греху ибо то что он назвал образом божиим есть божественная сущность души нашей разумная прекрасная умная и святая итак взгляни смиренный на сию небесную славу в которую ты облегся на земле подобно богу взыскуй вышнего помышляй о вышнем желай вышнего коль скоро ты причастник вышней сущности не заботься о бренном сосуде но непрестанно размышляй о содержимом его подобие же господне это те божественные дары о которых сказано выше их старайся приобрести а не виноградники дома золото или сады ведь если божественных даров не имеешь то знай что и подобием господа нашего не владеешь если же душу свою оскверняешь то и образ божий в себе помрачаешь на адский мрак себя обрекаешь вопрос так какова же полнота всех благ и совершенства во всем чтобы на этом закончить нашу речь ответ всех благ полнота и совершенства во всем это единый наш бог и создатель творец всего податель благ наставник милосердный милостивый и щедрый который только по своей любви привел к бытию все из ничего и без него ничтоже быть лишь ему одному подобает нам принести всяческое благодарение славу любовь честь и поклонение тройственно поклоняясь нерожденному отцу с возлюбленным сыном его рожденным иисусом христом сладчайшим спасителем нашим и духом его пресвятым и благим и животворящим от отца исходящим ныне и присно и в бесконечные веки нескончаемых веков аминь 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 и аминь аминь Продолжение следует...